Защищать спортивную честь родного предприятия участникам этой круглогодичной спартакиады точно доводится не впервые. Да и их профессиональный стаж насчитывает не одно десятилетие. Зинаида Григорьевна в прошлом увлекалась лыжными гонками. Сегодня инструктор по спортивной работе. Помогает готовить заводскую команду для района спартакиады. Поэтому едва ли сомневалась, стоит ли участвовать в соревнованиях среди ветеранов. Признается, что перед неолимпийскими играми их команда прошла ускоренный курс подготовки в спортзале первой школы. Вы не представляете, сколько адреналина дает вообще вот такие соревнования, сколько эмоций. И, во-первых, мы встречаемся старые друзья, старые, так сказать, знакомые, чтобы поддержать друг друга, где-то новости какие-то узнать. На высокие места в неолимпийских играх рассчитывает и команда ветеранов Мозырского сользавода. Стоит ли удивляться, что победители последних двух лет в числе фаворитов спартакиады. Признаются, что им помогают регулярные тренировки в игровом зале заводского спорткомплекса. Если в прошлом году наша команда называлась «Шпильки», то в этом году, имея в виду то, что настоящие соревнования называются неолимпийские игры, свою команду мы назвали неолимпийцы. И поэтому вот такой наряд у нас, ну, Древняя Греция, возможно, Рим, там, где проходили первые олимпийские игры. В лучших традициях районных спартакиад ловкость, точность и скорость в этом году помогали проявить 9 этапов соревнований. И, конечно, какое спортивное событие может обойтись без поддержки болельщиков. Самые смелые, самые отважные женщины наши, которые представляют нашу команду ветеранов. И, конечно, к нам присоединились болельщики наши с плакатами, пришли с внуками, пришли дети, внуки, которые хотят поддержать нашу команду. В этом зале собрались участники, болельщики, любители спорта. Ежегодная спартакиада, проводимая районным советом ветеранов, набирает силу. За пять лет мы утроили количество участников. Их возраст слегка за половину века, но они по-прежнему добиваются благосклонности и фортуны. На этот раз пьедестал почета замкнула команда ветеранов территориального центра социального обслуживания населения. В шаге от победы становились команды ветеранов педагогического труда. А первое место завоевали представители ветеранской организации неотеперерабатывающего завода. Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.